Первые дни и недели жизни ребенка являются сложными и для родителей, и для младенца. Мамы и папы в период новорожденности, который длится 4 недели после рода в 28 дней, учатся ухаживать и заботиться о малютке, а ребенок адаптируется к новым условиям жизни. Насколько успешно пройдут эти процессы зависит от многих факторов, и одним из них является понимание, как именно развиваются новорожденные, чтобы вовремя отреагировать на какие-либо проблемы и обратиться к педиатру для их устранения. Еще во время пребывания в роддоме у ребенка начинается этап адаптации к изменившимся условиям жизни. На этом этапе все системы органов крохи приспосабливаются к новым условиям. Начинают работать легкие, а кровообращение перестраивается на функционирование с включением малого круга. Голова крохи в первые дни жизни довольно часто вытянутая, что связано с податливостью костей черепа и прохождением малютки через родовые пути. Ее форма становится правильной к двухнедельному возрасту. Кроме того, у многих младенцев на голове возникает родовая опухоль, бесследно исчезающая через 1-2 дня. Кожа сразу после родов отличается красноватым оттенком. У многих деток с третьего дня она приобретает желтый оттенок. Так проявляется физиологическая неопасная желтуха, которая в норме исчезает к двухнедельному возрасту. Нервная система весьма чувствительная и работает активно. Проявляются разные безусловные рефлексы, среди которых основными выступают поисковый и сосательный. Терморегуляция пока несовершенна, поэтому у крохи нередки резкие перепады температуры тела. Младенец легко перегревается и быстро замерзает. У новорожденного отлично развитый слух, обоняние, вкус и осязание. В то же время зрение ребенка слабое. Он видит все нечетким и расплывчатым. У многих малышей после родов наблюдается небольшое косоглазие, вызванное слабостью глазных мышц. Такое состояние со временем проходит самостоятельно. Мочи и спускания в первые сутки происходят 4-6 раз, а затем число мочи и спусканий в сутки достигает 15-20 раз. У многих детей в первый день моча приобретает красноватый оттенок, что является нормой и связано с малым содержанием воды в молозиве. В кишечник крохи, который ранее был полностью стерильным, попадают разные микроорганизмы. Из кишечника начинает выделяться миконий, так называют темный кал, который скопился в пищеварительном тракте младенца к моменту родов, а затем кал светлеет и становится более жидким. На следующем этапе развития, который начинается после выписки, родителям приходится сталкиваться с разными трудностями, например, с коликами, часто беспокоящими младенца со второй-третьей недели жизни. Также новоиспеченную маму могут ожидать сложности налаживания лактации, с которыми лучше всего бороться частыми прикладываниями. К концу этапа новорожденности младенцы заметно меняются, их черты лица становятся более четкими, послеродовая отечность исчезает, взгляд фокусируется на лицах и предметах. Мышцы крохи укрепляются, что позволяет ему ненадолго приподнимать голову и двигать конечностями. Кроме того, малыш радует близких комплексом оживления, узнаванием их лиц, активными движениями и проявлением положительных эмоций. Первая неделя ребенка, 7 дней, удерживание головки несколько секунд, фокусирование взгляда на расстояние от 5 до 15 сантиметров, непроизвольное смыкание пальчиков и ручек, непроизвольная улыбка, узнавание запаха грудного молока, реагирование на яркий свет морганием и закрыванием глаз, оживление при приближении родителей. Вторая неделя, 14 дней, рассматривание взрослого, невольные подмигивания и забавные гримасы, поворачивание головы на голос мамы или звук погремушки, фиксация взгляда на яркой игрушке диаметром до 10 сантиметров. Третья неделя, 21 день, удерживание головки до 5 секунд, поднимание ее после небольшого отдыха, узнавание мамы и папы, разглядывание предметов и лиц на расстоянии до 50 сантиметров, замирание при виде чего-либо нового и резких незнакомых звуков, захватывание ручками пальцев и волос родителей, оживление при звуке знакомого голоса. Четвертая неделя, 28 дней, активное движение ногами и руками, узнавание мамы по голосу и запаху, сосредоточение взгляда на предметах и лицах на расстоянии до 1 метра, выражение эмоций разным криком, недовольным, радостным, при поднимании головы в положении лежа на животике до 5 секунд, удерживание взгляда на мамином лице или неподвижном предмете в поле зрения долгое время, активное рассматривание окружающего мира с рук взрослого, крепкое удерживание пальцев взрослого, удерживание взгляда на движущемся предмете до 7 секунд, а гуканье. В первые дни жизни малыш и мама знакомятся друг с другом, а основная потребность младенца заключается в тесном контакте с мамочкой. Лучшим питанием для карапуза является молозиво, которое через несколько дней сменяется зрелым молоком, подстраиваясь под потребности крохи. Внешне ребенок пока не похож на младенцев на страницах журналов. Лицо крохи после родов бывает несимметричным на голове, нередко возникает припухлость, а сама голова сплющена и немного вытянута в овал. Кожа зачастую красная и лишь к концу первой недели бледнеет. У некоторых детей на третьем-пятом дне жизни возникает шелушение кожи на груди и животике. Небольшая желтушность с третьего дня жизни также считается нормой. Кроме того, на первой неделе отмечают следующие особенности. Мышечный тонус на первой неделе повышен, слез у малютки в первые недели жизни нет, а потовые железы еще развиваются, их функция налаживается к седьмому дню жизни. На слизистых не должно быть налета, она в норме должна быть влажной и розовой. К концу первой недели пупочная ранка подсыхает и затягивается, носик малютки иногда покрывает сыпь в виде мелких белых точек. Сердце малютки сокращается 110-170 раз за минуту, а нормальная частота дыхания в минуту составляет 30-50 раз. Со второго-третьего дня вместо микония начинает выделяться желтоватый стул с кислым запахом около 4-5 раз в день при грудном вскармливании. Вторая неделя. Краснота кожи, припухлость и желтушность на этой неделе зачастую проходят. Кроха начинает прибавлять в весе, а гипертонус в конечностях, который считается нормой для ребенка первого месяца жизни, пока сохраняется. Малыш еще не научился удерживать голову, а движения ног и рук малютки пока непроизвольные и хаотичные. Отмечаются и такие нюансы. Младенец большую часть суток спит около 16-20 часов. Терморегуляция пока еще не наладилась. Ладошки и стопы покрыты сухой кожей. Ноготки отрастают, поэтому их уже требуется постричь. Кожа многих деток начинает шелушиться. Мочи и спусканий насчитывают минимум 15 в сутки. Кишечник ребенка опорожняется 3-4 раза в день, а кал кашицеобразный желтый. Третья неделя. Движения конечностей карапуза старше двух недель уже становятся менее хаотичными, а череп у большинства малышей третьей недели жизни восстановил свою форму. Активность младенца растет, а из-за обилия впечатлений многие малыши становятся к вечеру раздражительными. Плач крохи меняется, приобретая интонат. Например, когда малютку что-либо тревожит, крик будет громким и требовательным. Для ребенка третьей недели жизни характерны следующие особенности. Обоняние крохи становится острее. Малыш начинает ощущать равновесие и положение собственного тела в пространстве. Приемов пищи на грудном вскармливании в этом возрасте бывает не меньше 10-12 раз. Карапуз начинает узнавать лица и голоса близких. Режим дня лишь устанавливается, кроха по-прежнему большую часть суток проводит во сне. Опражнение кишечника в этом возрасте происходит от 2 до 8 раз в сутки. При грудном вскармливании стул желтый с масляно-молочным запахом и консистенцией горчицы. Если малыш получает смесь, стул бывает 1-4 раза в сутки, окаловые массы более темные и твердые, с неприятным запахом и коричневатым оттенком. Четвертая неделя. Развитие малыша на этой неделе идет в высоком темпе. Кроха все лучше, приспосабливается к окружающему миру, радуется родителям, следит за игрушками и начинает огукать. Сон в сутках ребенка четвертой недели жизни занимает примерно 17-19 часов, а число кормлений составляет минимум 6-7. Отмечаются такие особенности развития. Ноги и руки ребенка по-прежнему согнуты, а кулачки сжаты. Ребенок еще не научился хорошо координировать свои движения. Младенец активно учится удерживать голову. При недовольстве карапуз громко плачет и резко двигается, например, стучит ножками, когда его беспокоят колики. Глаза у большинства малышей голубые, но с возрастом они могут изменить окраску. Зрение еще не полностью полноценное, поэтому крохе сложно концентрировать взгляд. Начинают выделяться слезы. Прибавка веса новорожденного младенца зависит от разных факторов пола, питания мамы, наследственности, состояния здоровья и других. Но существуют усредненные показатели, показывающие, сколько в среднем прибавляет малютка на каждой неделе жизни. Первая неделя. Мальчики рождаются с весом 2500-4400 граммов, девочки с весом 2400-4200 граммов. В первые дни нормально является потеря до 10% веса, в среднем теряют 5-7%, с которым кроха родился. Но к концу первой недели малыш зачастую набирает этот вес обратно, а некоторые младенцы еще и прибавляют до 100 граммов. В начале второй недели вес ребенка примерно тот же, с которым он родился, но некоторые младенцы на второй неделе все еще возвращают вес, потерянный после родов. Большинство малышей начинают активно прибавлять в весе и набирают в среднем 150-250 граммов, минимум 20 граммов в день. Третья неделя детки прибавляют примерно 200-250 граммов. К концу четвертой недели ребенок прибавляет в среднем 170-200 граммов, поэтому вес мальчиков в 4 недели создавляет 3400-5800 граммов, а девочек 3200-5500. Помните, что данные являются примерными, а каждый карапуз развивается индивидуально, поэтому допустимы небольшие отклонения. Если же отличия о данных показателей значительные, проконсультируйтесь с педиатром.